Доброе здоровье, уважаемые посетители канала! Хочется как-то закончить тему сахарного диабета. И в связи с тем, что делая предыдущее видео о сахарном диабете, я, естественно, кое-что там почитал, посмотрел, кое-что обновил. Ну и сейчас хочу поделиться своим мнением. Очень важно, что вы должны иметь свое мнение. Я вам выскажу свое мнение, а именно, почему современная медицина не может вылечить сахарный диабет второго типа. Итак, вот я тут почитал диабетолога-врача со стажем 32 года, профессор. Что он пишет? Определение болезни и причины заболевания. С моими комментариями. Так, эпидемия сахарного диабета длится уже достаточно долго. По всемирным данным Всемирной организации здравоохранения, в 80-м году на планете было 150 миллионов человек, страдающих сахарным диабетом. В 2014 году около 421 миллиона. И тенденция растет, растет. Значит, что такое сахарный диабет? Сахарный диабет второго типа, вот, теперь, хроническое, неинфекционное, эндокринное заболевание, которое проявляется глубокими нарушениями липидного, белкового и углеводного обмена, связанного с абсолютным или же относительным дефицитом гормона, производимого поджелудочной железой. Ну, еще добавляется следующее. У пациентов с сахарным диабетом второго типа поджелудочная железа продуцирует достаточное количество инсулина, гормона, регулирующего углеводный обмен в организме. Однако, из-за нарушения метаболических реакций, в ответ на действие инсулина возникает дефицит этого гормона. В ответ на действие инсулина. Я в том видео сделал такое важное заключение. А именно, что первое. Роль инсулина в организме. Это все эти научные данные. Роль инсулина в организме заключается в том, что он открывает ворота глюкозы в клетку. То есть клетка потратила энергию, она нуждается в поступлении глюкозы. Естественно, там идет, как они говорят, импульс на то, чтобы вырабатывался инсулин. Инсулин вырабатывается, значит, мембранный клеток открывается, туда поступает глюкоза. И все это, будем говорить, там сжигается в энергию и так далее, и так далее. Если же, вот смотрите, какие выводы, если же клеткам не требуется эта глюкоза по причине того, что они просто-напросто в течение дня не получают той нагрузки, которая бы сжигала эту глюкозу. А человек употребляет пищу. Естественно, клеткам это не надо. Они не дают нормального, будем говорить, никаких там сигналов поджелудочную железу, чтобы этот гормон там выделялся. И переизбыток этой глюкозы, которая не нужна организму, она просто-напросто сбрасывается через мочу. То есть организм сам регулирует этот процесс. Надо ему глюкоза, он вырабатывает инсулин, инсулин открывает мембрану клеток, глюкоза пошла. Если же не надо, клетки не работают. Это очень важно понять, вот с чего все начинается. Клетки не работают, у них полно этой глюкозы внутри. Поэтому никакого инсулина и не надо. И получается интересная картина, что из-за избытка в крови и в лимфе глюкозы, которая не потребляется клетками, не вырабатывается инсулин поджелудочной железой. И возникает ощущение такое, вывод делается такой, что якобы поджелудочная железа не может его вырабатывать. Поэтому мы дадим этот инсулин извне, так сказать, чтобы протолкнуть туда, в клетку, вот эти сахара. Организм сам регулирует. Ну ладно, дальше читаем. Вот эту вот вещь запомнили. Значит, видите, однако из-за нарушения метаболических реакций... Однако из-за нарушения метаболических реакций в ответ на действие инсулина возникает дефицит этого гормона. Метаболические реакции нарушаются. Я так понимаю, они не нарушаются, они просто не идут, потому что нету стимула. А стимул это прежде всего физическая нагрузка на организм, на скелетные мышцы, которые обильно употребляют, расщепляют эту глюкозу. Вот это всё работает нормально. А так как мы с вами ведём сидячий образ жизни, ну просто не надо. И это считается, что метаболическое там нарушение и со всеми этими. То есть течение мыслей совершенно иное от того, что действительно происходит в организме. Это моё мнение. Переходим к причинам. Вот этот, значит, специалист, 32-летняя практика диабета, он пишет. Причиной возникновения данной патологии, то есть страдания, патос это страдания, является совокупность определённых генов. Уже, знаете, как бы сказать, лично у меня взрыв мозга. Причём тут гены? Гены, я один гена, я один гена. А тут какая-то совокупность определённых генов. То есть, знаете, вот можно куда-то углубиться, углыбь, грубо говоря, на молекулярный уровень, на атомарный уровень, и углубившись, потерять общую картину. Не понимая, как мудрецы подошли к слону, один там за хвост его пощупал, и говорит, это верёвка, другой за ногу. Нет, это столб, третий там за хобот, ещё там что-то сказал. А целостной картины-то нету. Определённых генов. Причём тут гены? Причём тут гены? А её развитие из симптоматика определяется сопутствующими факторами риска. Ну какие? Такими, как ожирение. А я же как раз и сказал, вот интересно, это сопутствующий фактор. Ожирение – это основной симптом, который указывает на то, что организм не нуждается в том количестве глюкозы, этих сахаров, которые поступают с питанием. Не нужно ему. И сначала работает один из механизмов, то есть эта глюкоза запасается в виде жира. То есть организм может её, как бы сказать, на первом этапе запасать в виде жира, чтобы хоть куда-то её деть. То есть не выбрасывается же этот ценнейший материал вообще энергетический. Но когда уже организм заполнился жиром, то есть жир – это своеобразное депо энергии, куда вот эта как раз глюкоза отложилась и связалась в виде жира уже. Уже некуда толкать эту глюкозу, некуда. И тогда она начинает просто сбрасываться. А мы думаем, что ожирение – это как бы сказать, это фактор риска. Это не фактор риска. Опять-таки это мнение моё. Поняли? Светоча, да? Это мнение моё. Как-то надо, знаете, просто-напросто увидеть вот эту последовательность и всю эту картину, как это происходит. То есть идут не какие-то болезнетворные процессы, а идут просто-напросто те нормальные процессы, которые возникают при избытке питательных веществ и недостаточной трати этих питательных веществ клетками. Надо ожирение, несбалансированное питание, согласен. Значит, здесь как раз вот именно в питании надо столько потреблять продуктов, чтобы они сгорали полностью в организме. То есть не было того избытка, когда организм либо вот этот вот избыток в жир переводит, либо когда уже некуда, значит, в жир толкать, он просто-напросто с мочой это всё сбрасывает. Низкая физическая активность. То есть вот важно понимать, как эта низкая физическая активность влияет на развитие сахарного диабета. Нам надо энергию тратить. Её избыток, её избыток, вот как раз и вызывает. Ожирение, а потом просто-напросто сброс всех этих сахаров и глюкозы. И это опять-таки, знаете, можно сказать, это опять-таки нормальная физиологическая реакция организма на избыток, а не болезнь. Организм так пытается избавиться. Так, постоянные стрессовые ситуации, да, они тоже влияют. Облияют несколько по-иному. Возраст от 40 лет. Возраст от 40 лет. Это как раз пониженная двигательная активность уже возникает у нас. Мы именно вот в этом возрасте, мы малоактивны. Есть привыкли, как в 20 лет. А энергии-то мы как в 20 лет не тратим. Это будет, да. Бессонница. Вот как раз бессонница – это признак перевозбуждения жизненного принципа ветра, который, убыстряя все реакции в организме, не даёт, будем говорить, полноценно той же глюкозы усвоиться, и всё это вылетает, как в трубу. Ещё разок, смотрите вот то, в виде, которое я сказал. В нашем организме всё идёт строго по времени усвоения. То есть определённое время тратится организмам на то, чтобы, грубо говоря, переварить, усвоить и так далее. Если это время убыстряется, значит, у нас не получается этот физиологический процесс, и всё это вылетает опять-таки в трубу. Либо избыток сна, 12 часов и более. Избыток сна – это опять-таки говорит, а вот избыток сна о чём говорит? А избыток сна говорит о том, что мы не тратим энергию. Если бессонница, это значит не то, что мы тратим энергию, это просто запускаются быстрые процессы, которые не позволяют нормально усвоиться, вернее, идти нормально в метаболизму, обмену веществ. Если же у нас сон слишком длинный, то как раз клетки, грубо говоря, отдыхают, они полны энергии, и им не требуется дополнительная какая-то энергия. Значит, нарастающая пандемия ожирения, ожирение, вот, теперь вот будем говорить, вот, знаете, вот это всё прямо-таки вываливается вам на глаза, а мы об этом совсем по-другому судим. Пандемия, ожирение и сахарный диабет 2 типа тесно связаны и представляют основные глобальные грозы здоровью в обществе. То есть, ещё разок я хочу подчеркнуть, что сначала организм не выбрасывает эту глюкозу как ценный материал энергетический, он её откладывает в жир, можно сказать, в жировые депо, то есть нарастает вот эта жировая масса. Далее, когда она уже наросла, и как разумные пределы, так сказать, это нарастание уже исчерпались, значит, просто-напросто это всё выбрасывается, поэтому не ожирение связывается с сахарным диабетом, а это один и тот же процесс, который сначала ведёт к тому, что это откладывается про запас в виде жира, а потом дальше, когда уже некуда это всё ложить, откладывать, это всё сбрасывается через мочу наружу. Так, далее вот интересно пишется. Именно эти патологии являются причинами появления хронических заболеваний и шимической болезни сердца, гипертонии, атеросклероза и гиперлипидемита. Симптомы сахарного диабета. Симптомами я не буду. Период декомпенсации заболеваний с сахарным диабетом проявляются сухостью кожи, снижением упругости, эластичности, грибковыми поражениями. А грибковые поражения, а из-за чего они возникают? Да потому что вот этой глюкозы переполнен организм, она уже не усваивается ни клетками, она идёт, выбрасывается, то есть её полным-полно в организме, и это является прекрасным субстратом для развития грибковых заболеваний. Вот и всё там. Естественно, оказывается, обилие сахара ещё в организме приводит к тому, что он сушит организм, проявляется сухость кожи, сушится организм, снижением упругости, эластичности и грибковыми заболеваниями. То есть вы хотите развить у себя эти все эти грибковые заболевания? Да пожалуйста, кушайте побольше сахара. И дальше идут даже доброкачественные новообразования на коже. У больных с сахарным диабетом ногти подвержены ломкости из-за сухости, потери цвета или же появление желтизны. 0,1-0,3% пациентов, страдающих липоидным некробиозом кожи, отложение жиров в разрушенных участках коллагенослоя. То есть, а почему именно жиры откладываются? Да потому что глюкоза превращается в жир и организм расталкивается где угодно, куда угодно. Далее, язвы на ногах, язвы на ногах, ну, это так, кратко. У нас сахарный сироп. Кровь начинает представлять кровь и особенно лимфа начинает представлять собой сахарный сироп. Настолько много в организме, опять-таки, это мнение светоча, глюкозы. И этот раствор под действием силы тяжести опускается, естественно, в ноги вниз, к стопе. И вот начинается появляется вот эта диабетическая стопа, то есть малейшая ранка, микробы сразу же там развиваются, все это загнивается, все это питается, и все это гниет и служит рассадником для развития вот этой вот гнеродной инфекции. Потому что обилие сахара, там только и жить. Язвы на ногах, да. Снижением зрения. Оказывается, и здесь у нас глаза-то у нас тоже имеют свою собственную, будем говорить, там жидкость особая. Если эта особая жидкость теряет из-за повышенной концентрации той же там глюкозы, она становится уже не такая, не так проводит свет. И в результате у нас начинает, снижается это зрение. Инфаркты, инсульты, поражение сосудов в ног, это уже говорили, и другие патологии. Так, патогенез, это все ясно. Не будем. Основная причина возникновения сахарного диабета второго типа, это инсулинорезистентоз. Утрата реакции клеток на инсулин. Все. Вот, вот, вот эта вот фраза утрата реакции клеток на инсулин. Почему она утрачивает клетки реакцию на инсулин? Да потому что в клетках его полным-полно этого самого глюкозы. И не дается сигнал на то, чтобы глюкоза поступала извне. А инсулин как раз открывает эти мембраны клеток и проводит туда, грубо говоря, способствует проведению этой глюкозы. Все, утрата вот эта, из-за того, что они не работают. Они не получают достаточно нагрузки. И поэтому они не требуют, естественно, этой глюкозы. И, естественно, вот этот механизм по выработку инсулина. И он не нужен. Опять-таки, это все естественные процессы, которые идут в тех или иных случаях. Это важно понимать. А тут пишут обусловлены рядом фактором внешней среды, да, и генетическими факторами. Вот эти, знаете, генетические факторы, я еще скажу. Гены – это я. А все остальное вот это с генетическими факторами, это все от лукавого идет. Вот этими генами задурили головы, и все, и человек – о, гены, да, вот это на все. Протекающие на фоне дисфункции бета-клеток. Бета-клеток, да, согласно исследованиям с данным, при инсулинорезистентности снижается плотность инсулиновых рецепторов в тканях и происходит транслокация, хромосомная мутация. Смотрите, при инсулинорезистентности снижается плотность инсулиновых рецепторов в тканях, да потому что они не нужны, эти рецепторы, плотность. И даже вот то, как бы сказать, то, что имеется, вполне достаточно, чтобы, грубо говоря, эту глюкозу направлять в клетку. А так как клетки, опять это вот я о том же, об одном и том же говорю. Потому что клетки не работают, не нужны эти рецепторы. Как только клетки начинают работать, им, значит, потребуется эта глюкоза. Поэтому на мембране сразу же образуется больше этих рецепторов, чтобы они тянули внутрь эту глюкозу. А если она не требуется, да зачем эти рецепторы нужны. Их, они становятся по минимуму. Я вообще делаю большое научное открытие на основании вот этих всех открытий, которые совсем по-другому как-то они это интерпретируются. То есть они интерпретируются совсем по каким-то отличным, вычурнутым этим самым мыслям, несоответствующим действительности. Я же вам говорю о том, что вот что происходит на самом деле, что это показывает на самом деле. То есть стараюсь дать, ну на мой взгляд, точную интерпретацию вот этого процесса, почему он идёт. Повышенный уровень инсулина в крови, значит, приводит к уменьшению количества рецепторов на клетках-мишенях. Со временем это перестаёт реагировать на повышенный уровень глюкозы. А зачем? Зачем эта глюкоза клетки, когда она не тратится? Вот зачем? В итоге образуется относительный дефицит инсулина, при котором нарушается толерантность, то есть к углеводам. И вот из-за этого они думают, сейчас мы инсулина дадим побольше, и тем самым подачи инсулина ещё больше, якобы мы пропихнём всё-таки его глюкозу в клетках, наступают вот именно совсем другие болезнетворные процессы. То есть что извращается, организм от этого отказывается, а мы пихаем его туда. И тем самым усугубляем состояние человека. Дефицит инсулина приводит к снижению утилизации глюкозы в тканях, усилению процесса расщепления гликобиена до глюкозы, образованию сахара. Ну это, короче, всё это там такое. Дефицит инсулина к снижению утилизации глюкозы. Но раз она не нужна клеткам, не нужна клеткам, естественно, и возникает и его, будем говорить, дефицит. Как только, опять-таки, мы начинаем, то есть человек, страдающий начальными формами, хотя бы ожирения или инсулина, как только он начнёт более активно двигаться, как только он изменит несколько питания, чтобы этих углеводов быстрых было поменьше, да всё, весь этот механизм восстанавливается. То есть в организме существует механизм, который в зависимости от того, что туда вводится, он реагирует так или иначе. И плюс как он работает, он на всё это отвечает. Понятно? А тут уже пошли, знаете, избыток уровня лептина какие-то, потом это самое, толерантность, ожирение, артериальная гипертензия. Артериальная гипертензия вот при сахарном диабете. А почему бы ей не возникнуть, если у нас в крови начинает течь сахарный сироп? Сахарный сироп – это тяжёлая жидкость. Её надо качать, иначе сердце должно больше работать, нагнетать эту кровь. И в результате артериальная гипертензия, атеросклероз. Атеросклероз почему? Да, заклеились сахарным сиропом эти сосудики. Главную роль в патогенезе, то есть в развитии заболевания, этих нарушений играет гиперинсулиномия, то есть повышенная выработка инсулина, насколько я понимаю, как компенсаторное следствие инсулинорезистентности. То есть инсулин, значит, чувствительность к нему снижается, а тут, значит, вырабатывается ещё больше и больше, чтобы, будем говорить, вот пропихнуть эту глюкозу в клетке. Потом пошли классификации, стадии развития сахарного диабета второго типа, ладно, ладно. Так, осложнение, не будем ничего осложнения. Я, значит, хочу, вот как раз диабетическая стопа, ужасная, ужасный вид, ужасная вещь. А тут они, значит, развитие цитопатии, нарушение работы мочевого пузыря. Если организм не сбрасывает вот этот вот сахар из крови, он наводняет весь организм, и, естественно, там всё извращается, залипает и возникает куча разного рода этой самой патологии. Развивается деменция, то есть при повышенном уровне глюкозы может быстрее развиваться деменция. Якобы мозгу требуется глюкоза для того, чтобы она работала, тра-ля-ля-ля-ля-ля. Но когда её много, много, всё залипло, сахарный сироп, знаете, этот петушок на палочке, вместо мозга, и голова не думает. Так, диагностика, не будет диагностика. А вот лечение сахарного диабета. Вот тут я хочу как раз остановиться. Как раз я сказал, почему не могут вылечить сахарный диабет, если он возник, и как там вот доктор Хаус, вспомним про доктора Хаус, значит, написал в отзыве на мой этот видос, что он сам, значит, болел сахарным диабетом. И врач ему сказал, ну, теперь ты наш пациент на всю оставшуюся жизнь. Итак, значит, лечение сахарного диабета второго типа предполагает решение основных задач. Вот смотрите, какие надо по ихнему задачи решить, и какие я говорил. Я говорил, это добавить движение и уменьшить употребление вот этих всех быстрых углеводов. И организм сам всё нормализует. Ну ладно, что они предлагают? Компенсировать недостаток инсулина. То есть будем колоть, будем колоть. Он не вырабатывается, инсулин, из-за того, что он не нужен в организме, потому что клетки не работают. Но мы добавим его, чтобы пропихнуть. Скорректировать гормонально-метаболические нарушения. А как скорректировать? Скорректировать это лучше всего это физические упражнения. Этим делом заниматься. Физические упражнения, то есть все те даже процедуры, которые способствуют повышенному расходу энергии. Это тут, конечно, будет и баня, и водные виды спорта. И тоже, допустим, какое-то там голодание. Особенно на начальных этапах. Пока это всё не усугубилось. Ну и естественно движение. Осуществление терапии и профилактики осложнений. Ну это уже когда человек дошёл. Так. Для их решения применяют следующие методы лечения. Диетотерапия. Согласен. Да. Физическая нагрузка второй идёт. Согласен. Да. Применение сахаросжигающих препаратов. Вот эти препараты можно совершенно не применять, если вы всё это дело отрегулируете питанием и физической нагрузкой. Всё сжигается само по себе. Никаких препаратов не надо применять. Инсулинотерапия. Не нужна инсулинотерапия. Если вы отрегулируете диета и физическая нагрузка и потребление глюкозы в клетке. Не нужна. И наконец-таки пятое. Хирургическое вмешательство. Ага. Значит тут идут теперь диетотерапии. Тут они там своё предлагают. Всё это такое. Я не буду об этом. Физическая нагрузка. А физическая нагрузка значит немножечко. Верно подобрана система физических упражнений с учётом течения заболеваний, возраста и присутствующих осложнений способствует значительному улучшению состояния больного сахарным диабетом. Эта методика лечения хороша тем, что необходимость применения инсулина практически отпадает, так как во время физической нагрузки глюкозы и липиды сгорают без его участия. То есть несколько... Тут не так сказано. Знаете, я вот как светоч, как светоч скажу, значит, что необходимость применения инсулина практически отпадает, так как во время физических нагрузок глюкозы и липиды сгорают без его участия. Да, они сгорают внутри клеток. И глюкоза, и жиры. Они сгадают. Причём тут и этот самый инсулин. А вот инсулин сам собой вырабатывается для того, чтобы поставлять в работающие клетки вот эти вот горючие материалы. Лечение с сахароснижающими препаратами. Я даже не буду. Инсулинотерапия. Я даже не буду. Вот это вот что-то. Вот хирургическое лечение. Вот смотрите, интересно. Несмотря на множество этих препаратов, остаётся нерешённый вопрос о их правильной дозировке, а также о приверженности пациентов к выбранному методу терапии. Значит, создаёт там это-то-то популярность. Поэтому большую популярность в мире получает оперативная терапия данного заболевания. Бариатрическая или метаболическая хирургия. Значит, МФД считает данный метод лечения пациентов эффективным. Делают полмиллиона бариатрических операций. Вот самыми распространёнными являются шунтирование желудка и мини-астрошунтирование. В чём это заключается? Вот это заключается в том, что, знаете, если человек сам не может ограничить потребление пищи, которая ведёт к сахарному диабету, значит, тогда ему берут и уменьшают желудок. Вот тут как раз рисунки, где, значит, отрезается часть желудка. Вообще-то в желудке, знаете, идут свои собственные реакции. Он – это орган очень нужный. И он, знаете, выполняет очень много функций, помимо того, что пищеварение там. И когда просто-напросто, знаете, из такого желудка отрезали и сделали вот такой, якобы, чтобы меньше ел, и быстро это всё проходило, и всё это, как бы сказать, зашибись. На самом деле это путь к тому, что человека уже сделали инвалидом, и он теперь будет со временем выражаться всё какими-то новыми, непонятными расстройствами, от которых уже что-то там, знаете, образ жизни бесполезно делать. Вот это. Желудок пересекается ниже пищевода таким образом, что его объём сокращается до 30 мл. Вот это вот, будем говорить, как бы сказать, не хочешь ты сам ограничить потребление пищи, ну, значит, мы сделаем тебе вот эту медвежью услугу, мы ограничим это так. Это вообще, знаете, ну вот, если взять так, что просто ограничить, это, ну, имеет место быть. Но со стороны, будем говорить, лечения, и человек же хочет полностью вылечиться. Вот этого, это вообще какая-то дичайшая манипуляция. Урезать желудок, делать вот эти вот там петли и так далее, и так далее. Мини-шунтирование желудка. Ой, это вообще, вы вообще, знаете, вот, это настолько извращённо всё преподносится. И я, конечно, это, и всё это глотается людьми, да, сделаем так. Это какой-то ужас. К другим видам бариатрической хирургии относится ушивание желудка, предотвращение его растягивания. То есть, ушьют тебе желудок, чтобы он не растягивался. Опять-таки, не можешь ты побороть свои привычки, поставить их под контроль, а наоборот, привычки тебе поставили под контроль и привели к тому, что у тебя возник сахарный диабет. Ну, значит, тебе вот так вот сделать. Ну, кошмар. Кошмар. Это вообще, я не знаю, знаете. Потом бандаж разный, так-то, прогноз, профилактика. Ага, прогноз, профилактика. К сожалению, полностью излечиться от сахарного диабета второго типа невозможно. Однако, существуют способы улучшения качества жизни пациента с данным заболеванием. Ну, вот как раз тут количество различных баз, где специалисты-эндокринологи объясняют страдальцам с сахарным диабетом, каким должен быть их уклад в жизни, первое. Как правильно питаться, какие продукты не следует употреблять, каким должны быть ежедневные физические нарушки. Вот это то, что должно работать. А далее вот эта диета, посильные физические нарушки. И вот еще интересно. Для предупреждения возникновения сахарного диабета второго типа необходимо соблюдать следующие меры профилактики. Вот эта профилактика, она же является и лечением. Диета. Тут сразу при избытке массы тела надо следить. Та-ра-та-та-та-та. Второе. Посильная физическая нарушка. В изнуряющих тренировках нет необходимости. Да, важна двигательная нарушка такая, которая как раз посильная, но длительно, и приводит к трате энергии. Вот это, пешие прогулки, о чем я говорю, плавание, бассейны. То есть регулярно их надо делать. Можно слегка, значит, потеть, на велосипеде ездить, силовыми тренировками и так далее. И не будет. И нормализация психоэмоционального состояния. Это неотъемлемый метод профилактики данного заболевания. Стресс может стать причиной нарушения обмена веществ. То есть как действительно вот это эмоциональное потрясение влияет. Да оно нарушает обмен веществ. И как я сказал, оно просто убыстряет. А раз оно его убыстряет, все эти реакции не идут нормально. Приводяющиеся к ожирению, а тут к ожирению и развитию. Это поэтому укрепляет стрессоустойчивость. Подведем итог. Вот если вы понимаете суть, как я там в предыдущем видосе сказал, и здесь уже повторил. Путь глюкозы в клетку, то вам становится ясно, на какие механизмы надо воздействовать, чтобы этот процесс был нормальный. Если же этого, вернее, этим пренебречь, а вот видеть просто, ага, инсулина там мало, и думаем, надо инсулина там, или еще что-то там, как там говорят, о какой-то там пересадке, каких-то там этих самых островков там, и так далее, и так далее. То есть не видя целого. Как только вы увидите целое, и если у вас появится действительно желание быть здоровым человеком, вы возьмете себя в руки и дисциплинируете свое поведение, свой образ жизни, свое питание, свою физическую нагрузку, и будете жить долго и счастливо. Я, например, и сладкое я ем, но не так уж там много, чтобы это, но я особо не ограничиваю себя. Все как-то в рамках разумного. Да, и съел сладкое, не без того. Я даю физическую нагрузку, регулярную физическую нагрузку. И, как вы видите, в своих 70 лет я никаким сахарным диабетом не страдаю. То есть я поделился своим мнением. Прошу быть толерантным к моему мнению. Вы скажите свое мнение в такой вежливой форме. Обменяемся. И, глядишь, что-то вы возьмете полезное для себя, что-то я возьму полезное для себя, и это обогатит нас обоюдно. Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.